Тогда Царство Всевышнего 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 Ты был верен мне в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином. Пришел и человек, которому дали два мешка монет. Хозяин сказал он, ты доверил мне два мешка с серебряными монетами. Смотри, я выручил еще два. Хозяин сказал, ты был верен мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином. Я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал твои деньги в землю. Вот то, что тебе принадлежит. Хозяин же ответил, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Но еще, и у него будет избыток. А у кого нет, будет отнято и то, что у него есть. Выбросьте этого негодного раба вон, во тьму, туда, где плачут и скрижищут зубами. Когда тот, кто был неспослан как человек, придет в своей славе, и с ним все ангелы, тогда он сядет на престоле своей славы. Перед ним будут собраны все народы, и он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец он соберет по правую сторону от себя, а козлов — по левую. Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону, «Придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира. Потому что я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я искал приюта, и вы пригласили меня в свой дом. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в темнице, и вы пришли навестить меня». Тогда праведные скажут, «Повелитель, когда мы видели тебя голодным и накормили тебя, когда ты хотел пить, и мы дали тебе напиться, когда мы видели тебя без приюта и приняли тебя, или видели нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и навестили тебя?» Царь им ответит, «Говорю вам истину. То, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне». Тогда он скажет и тем, кто будет по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и его ангелов, потому что я был голоден, и вы не накормили меня. Я хотел пить, и вы не напоили меня. Я искал приюта, и вы не пустили меня в дом. Я был наг, и вы не одели меня. Я был болен и в темнице, и вы не навестили меня». Они тоже спросят, «Повелитель, когда мы видели тебя голодным, или когда ты хотел пить, или нуждался в приюте, или в одежде, или был болен, или в темнице, и мы не помогли тебе». Он им ответит, «Говорю вам истину. Все, чего вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали мне. И они пойдут в вечное наказание, а праведники — в вечную жизнь». Ольпа Русимакер. Идем. Продолжение следует...